Медиагруппа «Авангард» представляет Ну это сложный вопрос. Давайте считать, что наше основное преимущество то, что мы вендор. И поскольку, если мы говорим о современных атаках, то они очень скрытны и их найти можно, скажем так, только непосредственно инфраструктуре. Соответственно, наш процесс мониторинга тоже является в некоторой степени поставщиком информации для детектирующей логики в продуктах. И поскольку мы вендор, мы можем, на мой взгляд, более эффективно использовать, поскольку мы можем влиять на развитие своих продуктов. Собственно, что мы постоянно делаем? То есть сервисы также являются фрединтеллиженсом для детектирующей логики в продуктах. И это, мне кажется, наше преимущество. Ну да, согласен. То есть вы ориентируетесь не только на какие-то внешние события, но те, с которыми непосредственно вы и ваши клиенты связываются. Ну и в продолжение этого вопроса, сейчас многих волнует вопрос удаленки, перехода на удаленку, все, что с этим связано. Но вопрос немножко в другой плоскости. Вот сок год назад в мирное время и сок сейчас, сок лаборатории Касперского, это два разных сока? Или это примерно одно и то же? Есть ли какая-то специфика сейчас? Ну я расскажу историю, наверное. То есть подавляющее большинство людей, когда говорят сок, думают о каких-то больших комнатах с большими экранами. Вот мы все видели центр мониторинга крупнейших банков Российской Федерации. Но, как показывает практика, сейчас мы все работаем на удаленке. И, в принципе, я не могу сказать, что эффективность работы снижается. Получается, что инвестиции в эту инфраструктуру, они, может быть, не должны быть такие большие. Нужно нам работать в более условиях, приближенном к удаленной работе. То есть нам нужно больше уделять внимание метрикам, чтобы уметь контролировать, не позиционировать качество работы в зависимости только от присутствия или неприсутствия человека. То есть мы должны уметь работать в условиях, когда человек находится где угодно. Соответственно, весь его инструментарий, он максимально-максимально отвязан от каких-то там больших инфраструктурных вещей. И это вот, ну мне кажется, это тренд, потому что в конечном счете сейчас уже все поняли, что так можно. Все так поняли, что это, в общем-то, дешевле, да, то есть никаких у нас капитальных там инфраструктурных инвестиций, наверное, не нужно в таком количестве. И это будет развиваться, и это как бы некий толчок. То есть, как говорится, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, то есть заставляет нас двигаться вперед. Я считаю, это движение вперед, и сейчас удаленные соки, распределенные по миру, на мой взгляд, это хорошо. Сергей, вот вы затронули тему только вперед, тема развития. Вы, как руководитель сок лаборатории Касперской, может быть, поделитесь участниками нашего сегодняшнего мероприятия с вашими планами, куда движутся, может быть, соки, куда движется, может быть, конкретно сок лаборатории Касперского. Что нам ждать через там два, три, может быть, пять лет? Ну, я сегодня об этом рассказывал на своем докладе. То есть, я рассказывал о том, как у нас используется машинное обучение не совсем тривиальным образом. То есть, у нас есть автоаналитик, который также работает в линиях вместе с аналитиками сок, являющимися живыми людьми, и как он умеет на их данных обучаться. Соответственно, я думаю, что нас ожидает повышение уровня автоматизации, и вместе с тем повышение прусской способности. При не только сохранении качества работы, но с его увеличением. То есть, мне задан был вопрос классический, а означает ли это, что мы всех людей должны уволить, посадим роботов? Нет. На самом деле, мы приведем к тому, что качество обнаружения, оно как минимум не понизится, но при этом мы сможем обрабатывать большее количество данных, анализировать их быстрее, и качество при этом не упадет, а может быть, даже улучшится. То есть, я думаю, автоматизация – это наше будущее. Сергей, большое спасибо за интервью. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok